Всем привет! Меня зовут Евгений Паньков, я дегустирую фильмы и предлагаю просмотр лишь только лучше. Мировая киноиндустрия каждый год выпускает огромное количество сериалов, и все новинки практически нереально отследить. Ну и на фоне громких премьер малоизвестные, но очень интересные проекты могут уйти с поля вашего зрения. Каждый сериал попадает в категорию мини-сериалы, он имеет маленький хронометраж, маленькое количество серий и малое количество сезонов. Ну что ж, поехали! Утопия. Британский конспирологический триллер, персонажи которого ищут загадочный минускрипт, графический роман, который написал гениальный ученый-шизофреник. Этот роман может остановить конец света. Сериал уже давно закончился, в нем всего два сезона, и в каждом сезоне по шесть серий, которые длятся около часа. Все линии сюжета приходят в хаотичное движение и странным образом переплетаются. И на каждую серию приходится такое количество подстав, разоблачений, новых загадок и сюжетных поворотов, которые с лихвой бы хотела на хороший шпионский роман. Ничего не понятно, но все смертельно опасно и пугающе актуально. Меня зовут Джессика Хайт. Идите за мной или умрете. Расскажешь нам, что происходит? Он преследует нас. Ваши жизни никогда не будут прежними. За следующие 48 часов вам нужно попрощаться со всем, что вы знали и на что полагались, и принять новую реальность. Всем поклонникам великого фантаста Филиппа Кадико и таких сериалов, как «Мистер Робот» или «Черное зеркало», а также любителям конспирологии, сериал обязательно придется по душе. Если ты это смотришь, значит меня уже нет. Но не отчаивайся, не мучай себя, живи дальше. Ну и как ты? Хорошая новость в том, что меня не тянет простреливать бошки прохожим на улице, а потом застрелиться самому. А плохая. «Жизнь после смерти» — это новый драмедийный мини-сериал британца Рики Джервейса, который вышел на Netflix. Он имеет всего два сезона по шесть серий, которые длятся всего-то 20 минут. Стендап-комик традиционно для себя выступил и режиссером, и сценаристом, и продюсером, и исполнил главную роль в этом шоу. Тони — журналист бесплатной газеты заштатного британского городка, тяжело переживает смерть своей жены. Мужчина становится мрачным, постоянно думает о самоубийстве и перестает следить за собой и за домом. Но внезапно он понимает, что его нежелание жить в чем-то сродни суперсиле. Он может позволить ей буквально все, что угодно. Он может сбросить маску добродушия и начать говорить людям правду, настолько бы неприятна она не была. Тони становится злым, едким и очень непростым в общении. Жизнь после смерти — это хороший, смешной, грустный, незатянутый, актуальный проект, который, ко всему прочему, имеет колоритных второстепенных героев. Это во многом типичный проект Рики Джервейса, где под слоем едкого такого саркастичного юмора скрываются вопросы и насущные проблемы о серьезном. Ближайший побратим из других проектов — это шоу «Шучу» с Джимом Керри. Поэтому кому понравился данный проект, тому понравится и «Жизнь после смерти». Далее. Загрузка. Совсем недавно, 1 мая, на сервисе Amazon Prime вышел первый сезон фантастического комедийного шоу «Загрузка», который имеет всего 10 серий. В 2033 год человечество изобрело способ жить вечно, правда, пока не в физическом, а в цифровом виде. На практике это устроено так. Если при жизни оплатил загрузку, загробную жизнь, то после смерти твои сознания поместят в виртуальный мир, в котором ты проведешь оставшуюся вечность. Выглядеть ты будешь так же, как и при жизни. Все физиологические потребности и ощущения будут соответствовать прижизненным. Общаться с родными и близкими можно будет по видеосвязи. В общем, полный эффект присутствия. Главный герой, талантливый программист Нейтан, полный энергии, здоровья, красавчик, неожиданно погибает в автокатастрофе. Невеста Нейтана с нашибательной красоткой Ингрид загружает его сознание в систему, которая на проверку оказывается не самым приятным местом для обитания. Да тут все, блин, такие. Думаешь, я хотела свалиться в Гранд Каньон? Это так ты умер? Делаешь стеклянный пол? Будь готов, что его разобьют. Я видел ролик, ты показывал в полете козу. Все ради лайков. Это забавный и трогательный проект в духе самого известного эпизода «Черного зеркала» Сан-Джуни Перо, но с более романтическим и комедийным уклоном. Свежий сериал похож на такие фильмы, как «Привидения», «Между небом и землей» и «Домом и озеро», где главные герои находятся в разных временах, пространствах, но пытаются найти дорогу друг к другу. Пианино. Еще один свежий мини-сериал, но прямиком уже из Австралии, который имеет в запасе всего-то 8 серий. Двум хроническим неудачникам Лаки и Мэг предстоит повстречаться посреди австралийской пустыни и, преодолев многочисленные разногласия, пуститься во все тяжкие, дабы достать бесценное пианино из одного конца страны в другой. Ребята преодолевают сотни километров по австралийской пустыне и за это время пытаются найти общий язык, но это кажется невероятно трудной задачей, так как между ними окажется намного больше разногласий, чем общих интересов. Тим Минчин в очередной раз доказывает, что умеет не только гениально играть на рояле, смешить людей, но он еще и великолепный драматический актер, а его спутница просто верх милоты и обаяния. А еще красивые съемки, много шуток и споров, бесконечная дорога и пейзажи Австралии. Здесь коротко. Это самый замечательный и милый сериал последних лет, и его нужно смотреть прямо всем и прямо сейчас. За несколько серий ты прикипаешь героям, они становятся очень родными, и ты успеваешь и насмеяться, и наплакаться. Ну а если вдруг вам интересно, что я смотрю прямо сейчас, то вот мой список. Я наконец-то добиваю хоррор-антологию «Американская история ужасов» прям залпом ее смотрел. Сейчас девятый сезон остался. Новый драматический сериал от Apple «Защищая Джейкоба» и анимационный беспредел из 2016 года под названием «Животные». На этом у меня все. Смотрите, комментируйте, делитесь впечатлениями от выпуска, а также рекомендуйте нам свои малоизвестные крутые сериалы. Всех обнимаю и визуально целую. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok